Здрасте. А я вас категорически приветствую. Дмитрий Юрьевич, да. Так получилось, что Дмитрий Юрьевич сам профессиональной эпохой викингов не занимается, но опять же так получилось, он для популяризации этой эпохи викингов в России и не только сделал побольше некоторых, которые занимаются ей профессионально. Да, мы старались, да. Я помню, в 2004 году встретились мы с Дмитрием Юрьевичем на фестивале эпохи викингов в Старой Ладоге, а он там при помощи Дементия и видеокамеры снимал кино про фестиваль. Дементий забыл включить резкость, поэтому все ушло в шлак, к сожалению. Дальше я стеснялся с Клим Санычем общаться, потому что так обгадившись было неловко. А я смотрю, что Дмитрий Юрьевич что-то стесняется, думаю, может, я его обидел, чем и тоже стеснялся некоторое время. Так мы простеснялись до 2015 года. Это было очень продуктивно. А тема-то у нас еще раз напомню, зачем изучать эпоху викингов, кому это надо. Мы сегодня именно об этом попытаемся порассуждать. И вот в каком ключе я предложил бы начать. Вот у нас есть Дмитрий Юрьевич, как уже говорилось, в исторической науке не профессионал, но любитель большой. И сразу вопрос, как с научного фланга флангу народонаселения, Дмитрий Юрьевич, вот вам там что вообще интересно, зачем вам это? Потому что я смотрю, читаю, там, драконы, море, сага о Гретере, фильмы всякие про реконструкторов. Это вот вам зачем оно было нужно? Я долго думал, кого я больше люблю, самураев или викингов. Самураи такие дисциплинированные, такие, правильно, смерть за хозяина готовы принять. А викинги все время бухают, всех грабят, безобразие, насилие. Я понял, что я викингов больше люблю. Они как мы. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим про викингов, ну, не совсем про викингов, а шире про средневековых скандинавов, древних северных германцев и средневековых северных германцев, они же нам... Это специально. Мы не узнали всей правды. О, микрофон устыдился и теперь работает. Да. Вот, это мы только что книжку презентовали, относительно новую, 21-го года. Так вот, все эти северные германцы, которые в Скандинавии проживали, они настолько плотно связаны с началом истории Руси, что нам бы, как людям, которые здесь живут, здесь родились, или, может быть, не родились, но приехали и все равно живут, нужно бы их знать, ну, просто потому что это наши далекие пра-пра, очень сильно прадеды. Хотя, конечно, и на вот такусенький процентик, но, тем не менее, их вклад в нашу историю настолько велик, что было бы исторически несправедливо об этом не говорить. Ну, о том, какой конкретно вклад они внесли, мы говорили немного вчера. Очень много мы говорили об этом с Дмитрием Юрьевичем, например, в наших роликах, которые были посвящены. А, серия была эпоха викингов, у нас мир эпохи викингов, даже книжка вышла в издательстве Питер. И потом мы говорили в веки истории Древней Руси, тоже у нас был большой сериал. И, не знаю, роликов, наверное, пять было посвящено ранней истории и этому проклятущему нормандскому вопросу. Так что это тоже можно все более-менее подробно в нашем изложении посмотреть, в текстовых расшифровках прочитать или даже купить книжку и там прочитать. Ну, понятно, что кроме нас про эпоху викингов и как они были связаны с Русью, писали, начиная с Байера, Миллера, Шлёцера, в негативном ключе, Михаила Васильевича Ломоносова, который постоянно стучал на Миллера, что он плохой. Он пытался привести его в чувство. Но мы всех переписали, мы всех помним. Да. Ну, заканчивая современными нашими замечательными историками, вот у В. Петрухина недавно вышла его новая книжка, посвященная скандинавской мифологии. Это глубокая переработка его работы 2003 года. Петрухин – это страшно толковый человек, у которого в научной биографии, я бы сказал, даже в творческой карьере, есть один ровно прокол. Его взяли консультантом. А, во, кстати, точно. Мифы языческой скандинавии. Во что верили викинги? Владимир Петрухин. Во. Петрухин очень здоровый, я бы с ним дискутировать не стал. Так я говорю, что зачем дискутировать, просто есть у него прокол в творческой биографии, он являлся научным консультантом фильма «Викинг». А-а-а-а-а-а. Я именно об этом. Но к нему тайно подкрались, сказали, давай проконсультируюсь, вот тебе денег. А ученый человек, он же как ребенок. Деньги видит. Да. Естественно, ничего он там не консультировал, просто значилось. Однако неприятно получилось. Что, в общем, совсем не умаляет его научных достоинств. Тоже можно читать смело. У него далеко не только одна книжка эта и упомянутая мною. Масса книжек, статей, поэтому тоже берите, хватайте, читайте. И подобного рода людей, изданий, статей. Масса, кстати. Вот чем еще хороша книжка «История викингов» Нила Прайса, о которой я только что говорил. При всей ее обзорности, там гигантская, просто огромная библиография, включая самые современные работы как на русском, так и на нерусском языке. Опять же, если будет интересно, по ссылкам пройдите и сможете подчеркнуть куда более глубокие познания во всем этом деле. Но, однако, зачем это все учить? А вот мы посмотрим о глубину веков, с вашего позволения. А в этой глубине веков, вот мы увидим вот то самое призвание варягов 862 года, легендарное, которое было описано в повести временных лет, когда приехал Рюрик и его два брата Синеус и Тру, вор. Тру. Один сел в Изборске, другой в Белоозере. Ну, короче говоря, неважно, это совершенно легендарное известие. Даже не очень понятно, было ли это событие именно в 862 году или в 872 году или в 880, не суть важно. Но тут мы посмотрим на все это дело и скажем, ну, друзья, 9 век, о чем? Это же давно было. И вот мы посмотрим на 9 век, но развернем голову не в сторону современности, а в сторону куда более древнюю, в обратную сторону. И уйдем по хронологии век так до 4-го. То есть, 4-й век относительно 9-го века, ну, это, конечно, не тысячи лет от Рюрика и Владимира Святого до Владимира Грозного. Но для средневековни это же просто бездна времени, потому что ни документов, ни интернета, ни книжек, ничего нет. Это же натурально, как при царе Горохе было. Пять веков, караул. И что мы там увидим? Что? О, спасибо. Спасибо. А мы там увидим совершенно разрушительную штуку, которая разрушает какие-то представления, я бы сказал, примитивно-обывательские, что вот были какие-то варяги. И разрушают представление о том, что ну, не может быть, чтобы немец у нас тут над русским человеком возвышался этот никогда. Ну, просто потому, что в 4-м веке еще русских людей совсем не было. А Скандинавы на нашей территории уже в это время были. То есть, не просто задолго до Рюрика, а ужас, как задолго до Рюрика. То есть, это исход готов из Скандинавии. Вот из той самой скандзы, чрева мира, как его описывал Корнелий Тацит. И вот народ готов начал расселяться и дошел, извините, пожалуйста, через Прибалтику, Ленинградскую область, до нашей черноземной зоны, до Курска, Орла. Это был центр державы Германариха. И поэтому, когда мы говорим о скандинавах, которые не могли находиться на нашей территории вообще, нет, они могли, конечно. Это во-первых. Во-вторых, примерно в это же время, ну, где-то около 4-5 веков, началось проникновение скандинавов на наши северные земли, финские и наши северные земли, по суше. Вот элементарно. Или там по побережью Балтийского моря они двигались и поселялись там, где можно покупать мех. Потому что мех – это хорошо. Мех – это красиво, а от этого очень дорого. А в Европе такого прекрасного меха не было. Да и теперь нет. Потому что соболь – это же горностай, это же все прекрасно. А у нас на северах оно разрастается в шерстяном смысле. Получается матерое, хорошее, очень качественное. И, во-первых, это для тепла. Ну, в Скандинавии тепло – это важно. А во-вторых, вдруг выяснилось, что это можно загнать римлянам. Потому что они страшно ценят все это роскошество, они очень это обожают, все это великолепие. То есть, получается, что это первая волна вот этих вот самых немцев северных, которые на нашей территории фактически были. С этим спорить невозможно, потому что это отражено в чудовищном количестве письменных источников и регулярно подтверждается археологией. То есть, для нашего сегодняшнего вопроса мы такие раз и с 9 века смотрим в 4-5 век и понимаем, что уже тогда неплохо было бы посмотреть на эту самую территорию глазами Корнелия Тацета, то есть ученого. Зачем для парней-финоугров и потом чуть позже пришедших туда славянских парней было бы неплохо изучать вот то самое наше славяно-финско-скандинавское творческое сотрудничество? Они, конечно, не могли тогда изучать, так ровно потому, что они же снова притут. И они же снова вот и пришли. Начиная с 8 века, они на постоянной основе проживали у нас на севере в Старой Ладоге, что опять же теперь точно совершенно определяется археологией. Там еще Анатолий Николаевич Кирпичников, мой учитель, вывел очень хорошие дендро-хронологические даты построек, которые как раз относятся к 8 веку. Причем так хорошо начало 30-м годам 8 века дендро-хронология. Нужно объяснять кому-нибудь, что это такое? Дендро-хронология – это когда у вас есть дерево, ну или, по крайней мере, здоровенный кусок дерева. Например, бревно или напополам обрубленный горбыль. Там, где очень хорошо видны годовые кольца. Тогда, когда дерево срубили, оно вполне естественно перестало эти годовые кольца наращивать. То есть, это момент его смерти, а значит, отсчитав количество колец до самого начала, можно было посчитать, когда оно было срублено. Таким образом, получается довольно точная дата. Одна из точнейших абсолютных датировок. Понятно, что все там очень сильно непросто, потому что тут нужно учитывать засушливые годы, когда кольца не так здорово образовываются. Но для этого современная наука давным-давно ввела калибровочные шкалы, и сейчас дендродаты по эталонным реликтовым деревьям, например, в Крыму и в Канаде, там как раз хорошо, что шкалы можно сравнивать, дают датировку очень точную иногда до года. То есть, если мы говорим там 850, скажем, третий год, ну, можно быть уверенным процентов на 95, что это именно он и есть. Там еще остается 5%, может, не 853, а там 856, но согласимся, все равно очень точно. Ну и плюс радиокарбоновые датировки, опять же, по периоду полураспада радиоактивного изотопа, который содержится в органике, тоже можно очень точно пересчитывать даты. Поэтому, сейчас не углубляюсь, можем сказать, что вот в начале 8 века скандинавы уже постоянно проживали на будущих северо-русских территориях вместе со славянами и финно-уграми, просто бок о бок. Через это все уже дальше, в общем, ясно. Так, как мы проживали вместе, скандинавы принесли нам массу различных технологий, которые мы раньше не знали, ни мы, ни финно-угры. Их просто не было на данной территории. Как, например, пакетная ковка ножей, клинков ножей, когда в центре есть высокоуглеродистая, ну, насколько они могли это вообще сделать, высокоуглеродистая пластина, обваренная с двух сторон низкоуглеродистым железом. Таким образом, получается такой трехслойный бутерброд, ну, такой, скажем, очень-очень-очень гиперпримитивный дамаск. Вот мы такого не знали, скандинавы приволокли, просто потому что технологично, удобно и работает здорово. И это мы тут же почерпнули и стали применять, применяя там вплоть до развитого средневековья. Там до 12-13 века такого рода ножи у нас есть, да и позже. Как это называется? Самозатачивающий. Самозатачивающий. Еще бы неплохо с серрейтором. Финка Викингаде. Ну, разумеется, кроме всего прочего, приволокли мячи из Западной Европы. Каковых мячей мы не делали в силу того, что у нас не из чего этого делать. И многое-многое-многое другое. Он, правда, считает, что это коллега Кулешов, который будет после нас выступать как профессионал в лингвистике. Он это сильнее пояснит. Но считается, что слово князь, это же совершенно явно германского корня слова, приволокли нам скандинавы. От конунга. Ну, это однокоренное слово, фактически. Но тут есть моментик, что, скорее всего, это никакие, не вот эти самые варяги нам приволокли. А это произошло гораздо раньше от тех парней, которые были в районе Германариха. Когда это слово звучало несколько иначе, и в русском смогло трансформироваться как князь. Но, опять же, это лингвистический вопрос. У нас есть изрядное количество... Ну, куда же ты нас поишь этой водой? Спасибо. It's very generous about of you. Да, так вот. Есть некоторое количество слов, которые связаны с войной, торговлей и управлением. Вот. То есть... Например, пару накиданий. Ну, так вот, князь, пожалуйста, это же явно совершенно с управлением связано. Слово «меч», оно тоже не славянского корня, оно... Ну, правда, тут сложно сказать, очень может быть, что оно имеет общее проиндоевропейское происхождение, но это ладно. Берковец, например, весовая гирька. От топонима «бирка» происходит. То есть это грузик из бирки. Бирка – это было прекрасное место, которое было напрямую связано с всего лишь нашим гнездовским поселением под Смоленском. Гнездово – это был один из ремесленно-военно-торговых центров, которые покрывали путь из варяг в греки, и где было сильнейшее аристократическое скандинавское присутствие. То есть там были воины из княжеских дружин, купцы, ну и какие-то топовые ремесленники. То есть какие-то серьезные люди, которые, естественно, немедленно, как только тут оказались, ну, оказались-то они, извините, когда, в восьмом веке, они стали перемешиваться с местными сразу же. И это, опять же, не какая-то моя догадка, что вот я, чисто исходя из житейского опыта, говорю, что, ну, если есть вот молодой человек, скажем, симпатичный швед или гаут, а вот есть симпатичная славянская девушка, скажем, из словен-ильминских. Что им мешает завести первичную ячейку общества? Ничто не может помешать. Я, кстати, замечу, что это перекрестное опыление. У шведов ушанка до сих пор называется ушанка. Так точно. Такова сила русского языка. Да. Но это, опять же, обывательское рассуждение, которое железно подтверждается археологией, потому что у нас есть на территории Российской Федерации Советского Союза России и Руси самый большой вообще в Европе могильник викингов. Это Гнездово то самое. То есть, больше нет нигде по размерам. А они там как? Там четко прослеживается, что это сугубо скандинавского стиля захоронения, а это сугубо славянского, а тут помесь какая-нибудь. Вот именно так. Там основная масса захоронений именно, что смешанные. То есть, есть захоронения чисто скандинавские, их мало, откровенно. Есть захоронения, которые можно идентифицировать как славянские. Их вполне, естественно, больше, просто потому что славян, черт возьми, тут было гораздо больше. А есть очень много смешанных, включая довольно богатые. Когда, ну, как пример, мужчина лежит в скандинавском облачении, рядом женщина в славянском облачении, или у них начинают уже какие-то очень быстро происходить перемешивания стилей. Ну, и, наверное, самым-самым-самым-самым ярким, который, ну, что яркий, а еще и мега-христоматийный случай, это, конечно, случай Черной могилы под Черниговым. Это курган Черная могила, знаменитый, раскопанный археологом Самоквасовым. Там лежит воин, который одет чисто как хазарин. У него хазарского, такого салтово-майенского типа шлем. Опять же, кто занимается реконструкцией, все его знают Черная могила. Свероконически высокий шлем с такими двумя характерными рожками на боковых частях тульи. Очень красивой, довольно сложной бронзовой обкладкой с налобником в виде такого трехсегментного изображения. Сам он четырехчастный, склепанный из четырех частей. Между стальными сегментами проложены узкие бронзовые сегменты с пункционным орнаментом чекана. Вот это вот такая типичная совершенно штука, которая пришла сюда еще из Ирана в раннем-раннем средневековье. Задолго до эпохи викингов она зародилась, пришла к нам, вот как раз вместе с хазарами, аланами, где-то около восьмого века, девятого века. Это уже распространенная вещь. А в десятом веке сейчас их такое количество найдет, этих шлемов. Вот недавно нашли около города Бобруйска в Березине почти идеальной сохранности такого рода шлем. Лучше, чем в Черной могиле сохранность, просто идеально. Так я к чему? Хазарский шлем, кольчуга, ну кольчуга, понятно она у всех. Была кольчуга, очень сложно определить ее этническую принадлежность, особенно в раннем средневековье. И при этом у него каролинский меч, который, ну понятно, что меч мог быть много у кого, но все-таки такая штука, которую к нам привезли скандинавы, отставить. Могло быть у славянина такое оружие запросто, но при этом у него молот Тора на шее, у этого хазарина. А вот это уже этнический маркер, потому что молот Тора не мог одеть славянин, который, или там Финаугар, например, это просто было невозможно. Молот Тора это то, что четко определяет скандинавскую принадлежность хозяина всего этого захоронения. Плюс там есть турирок, окованный серебром, который тоже имеет совершенно четкие корреляции со скандинавскими древностями. И тип захоронения, то есть сама механика захоронения скандинавская. Хотя вот этого мужчину, увидев, вы в нем викинга бы никогда в жизни не заподозрили. Такой красивый. Ну потому что у него кавалерийское снаряжение. А викинг, он на корабле, у него там с конями очень плохо. Конь плохо гребет. Вот, вот прям я чувствую, Тор аж всплакнул от такого накала. Правды! Тор, кстати, родной братишка нашего Перуна и Балбалтского Перкуноса. Это, судя по всему, в далеком нашем проиндоевропейском прошлом это был один и тот же. Бог, просто потом вот так его по-разному стали называть. Да, ну и что? Начинается это с... А, да, кстати, и что? Чуть не забыл рассказать археологический анекдот про Черную могилу. Видел я в архиве Императорской археологической комиссии, наш нынешний Институт истории материальной культуры, он же Институт археологии, отчет Самоквасова о раскопках Черной могилы. Ну, там все как положено. Нашли то, нашли это, чертеж такой, чертеж сякой, перечень предметов. А в конце самое интересное – бухгалтерия. На что потратили императорский грант? Ну, понятно, это потратили на лопаты, это потратили на кормежку крестьянам, это еще куда-то, и остается остаток некий, за который Самоквасов лично своей ручкой отчитался, отчитался блестяще. А именно, из оставшихся денег 15 рублев отдали мужикам, что помогали. Еще на 15 рублев по окончанию раскопок гоняли Шарабанов-Чернигов за шампанским. А куда еще 20 рублей делось, убей бог, не помню. Похолодал. Только что я жаловался на духоту. Но ничего, мы победим. Я еще не исхудал, поэтому меня греет любовь к истории. Ничего-ничего, и до тебя найдется. Хорошо. Да, так вот, начинается смешение очень быстро, и если мы видим первое поколение скандинавских князей, ну, понятно, Рюрик, это никаких сомнений, что это никакое не славянское имя, да, скорее всего, Хрёрекр. Дальше Хельги, один на Хельги два женского и мужского пола, Ингвар, Игорь, а потом раз, и Святослав. Кстати, когда Лев Дьякон описывает переговоры Иоанна Цемисхи, императора Византии, понятно, Римской империи, и Святослава под Доростолом, после крайне неудачного болгарского выступления Святослава, которое, в конце концов, его свело в могилу, там же, опять же, хрестоматийнейшее описание внешности Святослава, что он отличался от своих воинов только тем, что у него была чистая рубаха, а воины были все в говне, естественно. Как в фильме «Викинг». Ну, еще у него была в ухе серега, как говорит Лев Дьякон, с красным рубином, ну, чтобы все понимали, что нормальный человек, он не большой рубинчик, так, тысяч за сто баксов. Хотя это очень, может быть, был гранат, а не рубин, я сомневаюсь, что они там кристаллографию делали на месте. И что? Вислые усы, и выбритая голова, и только у него был клок волос, который закрывал лоб. Все говорят «Оселедец». Как у Гурона, да? На самом деле это довольно типичное, судя по всему, скандинавское, нормандское шире, прическа воинская, которая отражена при богатой на ковре из байо. Когда затылок выбрит, а спереди вот так вот волосы таким полугоршком. Это почему-то у них, судя по всему, было модно, и они это дело сохраняли вплоть до конца XI века, как свою прическу. Вот, судя по всему, что-то подобное было и у Святослава. То есть, выглядит-то он как норманд, имя-то одна кожа совершенно славянская, причем двухсоставное. Звучало оно, конечно, не как Святославы, ни в коем случае все это было глубоко в X веке, когда это все до падения редуцированных гласных был он Святослав. Вот так вот его звали, Святослав. Есть довольно завиральная, на мой взгляд, идея, но, опять же, могу ошибаться, что это двухсоставное скандинаво-славянское имя, что он не Свято, а Свенслав. То есть, Свеншведское или там какое-то норвежское, откуда он там был по факту, и Славславянское. Но, по-моему, это какая-то завиральная идея, притянутая к созвучию, потому что там лингвистический переход этого Свен в Свято, в общем, довольно очевиден, и это, скорее всего, конечно, именно наше славянское имя. Ну и дальше, вплоть до XII века, вообще почти нет скандинавских имен. Изредка попадаются Игорь, и потом у нас появляются Рюрики, и наш с Дмитрием Юрьевичем любимый дай-хард Рюрик Ростиславич, который умудрился побывать великим князем киевским семь раз. Не, ну там какие-то неудачники потри, а он аж семь, его постоянно ставили на лыжи, но он лез обратно упорно. Ничего его не могло остановить. Я думаю, они бы с нашим Дементием подружились очень сильно. Ну вот, таким вот образом... А, да, конечно, ну и не рюриковическая часть скандинавского княжеского присутствия, это Полоцк, вполне естественно, князь Ренгвальд, он же Рогвалд, и его дочка Рогнеда Ранхильд, которую Владимир немного насильно взял за себя замуж, потому что она хамила. Не хочу, мол, разувать Рапичича. Подумаешь, что ты не хочешь. Никто не хочет. Сейчас ответишь. Как это было сказано в фильме «Парад», согласий не требуется. Не, ну с другой стороны, а что, ее же по-хорошему просили, в общем и целом. Не надо кривляться. Да, ну вот, тоже скандинавская часть одной из княжеских династий, которые вступили в конкурентную борьбу за образование торгово-военной корпорации ЗАО «Русь», которую, в конце концов, полностью на уровне генерального директората захватила династия Рюриковичей. И так до Василия Шуйского и просидела. Да, ну а Василий Шуйский-то, извините, это уж совсем недавно, это же 17 век. Понятно, конец 16-го, 17-й век, смутное время. То есть, воно как они дали. И это была единственная вообще в Европе династия, которая не разбавлялась ничем. То есть, огромная территория, которая больше любой европейской страны, которая управляется вообще одной династией. Это очень круто. Конечно, в этом круто было вот такая вот ложка дегтя, потому что, когда все друг другу родственники, все имеют, ну, 7-8 равные права, вообще на все. Нет повода не передраться. Чем они увлеченные занимались, начиная с 1097 года по самый приход монголов. И потом еще немножко. Причем, опять же, когда говорят о нашей русской какой-то правящей династии, то есть, вот, например, Рюрик был бы палапский славянин. Совершенно уже устаревшая идея. Ну, допустим. Но потом-то мы смотрим, на ком они женились, за кого выходили замуж. И если Рюрик был славянский славянин, то в дальнейшем у его потомка в славянской крови было примерно как у Николая II. Там одна, там 138-я часть. Потому что смотришь, там, скандинавы, еще раз скандинавы, греки, еще раз скандинавы, опять греки, поляки, чехи, венгры, половцы потом в большом количестве. Ну, и когда мы смотрим на виднейшего Рюриковича Андрея Боголюбского, скелет и череп которого найден и был убедительнейшим образом реконструирован нашим знаменитым антропологом Герасимовым до исходного состояния. Ну, глядя на него, ты понимаешь, что этот человек явно совершенно восточных корней половецких каких-то. Он там без сомнений. У него такой торлинный нос, слегка раскосый глаз. Он очень сильно на славянина не похож. Академик Клёсов уже подобрался с гоплогруппами, нет? А там, я насколько понимаю, довольно сложно вычленить живое ДНК из этих костей. Это далеко не простой фокус. Из настолько старых костей оно в 90 случаях из 100 вообще не выделяется никак. Это просто кольцы. Вот. А потом смотришь на реконструкцию Ивана Васильевича Грозного, так он от Андрея Боголюбского как родной брат не отличается. Они очень похожи. Это все связано с чем? А с тем, что, опять же, вот мы с Дмитрием Юрьевичем постоянно об этом говорим, очень глупо притягивать современные национальные понимания и даже современные этнические понимания к средним векам, когда слово нация вообще не знали. То есть, что такое нация, не понимали вообще. И всем было решительно наплевать, кто у вас начальник. В смысле происхождения. Самое главное, что он вам гадит или делает что-то полезное. Если полезное, он хорошее. Если гадит, то плохой. А? Это я сейчас через запятую вспомню. Если мы говорим про уже излет раннего средневековья и, естественно, развитое средневековье, важнейшим маркером была, конечно, религия. Совсем раннее средневековье, судя по всему, это тоже было не самым важным, потому что вот что это дяденька с молотом Тора делает в каком-то то ли княжеском, то ли боярском захоронении. Управлял-то он совершенно явно какими-то славянскими контингентами в том числе, но молот Тора никого вообще не смущал. Почему? Потому что эта эпоха, я говорю, раннее средневековье, она предельно мультирелигиозная и вот этот самый дяденька, который молился Одину и Тору, он, приехав на славянские земли, с равным основанием почитал Перу на дождь бога, а чего, собственно? Мы далеко от родины, здесь наши боги не действуют. Вот, но через это прошло некоторое количество десятилетий и вдруг стало очень сильно важно, какой вы веры, это прямо делается маркером принадлежности данной династии и одним из условий нелегитимации, потому что вполне естественно, католик не мог управлять вообще никак на Руси, мусульманин не мог, зарастреять не мог, то есть, девушка, выходя замуж за русского князя, обязательно крестилась, без вариантов, вообще безо всяких. А вот обратный, кстати, вариант, если бы, например, вдруг славянская девушка вышла там за половецкого хана, скорее всего, крестили бы еще и половецкого хана, это было условие, чтобы вообще как-то выдать замуж княжну за половецкого хана, он должен был креститься. И если мы посмотрим на... А обрезание как назад пришивали? Половецкие ханы не были мусульманами. Половецкие ханы, судя по всему, исповедовали какую-то степную религию наподобие такого вот общего тенгрианства. Очень сложно сказать, потому что они писать не умели, а все, кто умел писать, им было не очень интересно, и даже немного противно. Что там про вас это? Да. И если мы посмотрим на имена половецких ханов к 13 веку, то мы обнаружим, многих из них обозначают в нашем редописании обычными христианскими именами. То есть они совершенно явно принимали крещение, опять же, точно совершенно для вида, потому что, ну, а что, у тебя будет не одна религия, а две. Сейчас у некоторых опять паспортов, и чего? Тогда точно так же могло быть несколько религиозных принадлежностей у человека. Это, опять же, наверное, никого не коробило. Главное что? Внешняя декларация и принятие общих ритуалов. Как там? Многие из моих людей крестились до пяти раз, и ни разу им не предлагали так мало денег. Рюрик. Да, ну, кстати, очень забавно, что если наш Рюрик это тот самый легендарный, знаменитый Рюрик Ютландский, он же Фрисландский, так он приехал уже к нам, крещеный, потому что он два раза крестился, он был уже, как это, христианин в квадрате. Первый раз, он, видимо, для вида попробовать, как это, а потом понравилось. Ну, что опять же не помешало его недалекому потомку Святославу, когда мама Ольга предложила ему принять христианство, он сказал, что меня пацаны не поймут. Дружина же смеет, как это сказано, было в повести временных лет. Но не очень понятно, потому что его сыну вообще ничего не помешало принять христианство, и никто не смеялся. Уже, да. Что-то там такое произошло. Кстати, не очень понятно, что именно. Потому что взаимодействие с христианской Византией налажено было уже к временам Олега Вещева. Ну, совершенно точно уже у нас договор первый того времени. Кстати, не очень понятно, Олега ли это договор, но тем не менее, факт остается фактом. Византия христианская, торговать с ними очень, очень выгодно, причем не в русском масштабе, а вообще в общеевропейском масштабе. А если ты христианин, то торговать с ними будет просто удобнее, гораздо. Норма прибыли выше, а значит, что бы, собственно, не принять это христианство. Почему-то вот Святослава это сильно парило, а Владимир сказал, да, гори все огнем. То есть, процессы происходили примерно схожие, но это какой-то субъективный, судя по всему, фактор. Не знаю, почему при Святославе давно и хорошо знакомое на Руси христианство не было принято. Но, однако, что на протяжении поколения все изменилось буквально. Тут, кстати, очень указательна сама повесть временных лет, потому что Святослава с одной стороны описывают с большим уважением, потому что великий человек, а с другой стороны все-таки немножко по шву, так вот чувствуется, что он все-таки язычник и не очень хороший. И у него-то он и помер так по-дурацки. Почему? Потому что совершенно очевидно, язычник и божьих знаков не слышал. А его эти вот ненастоящие деревянные кейстокы, а на него никаких сведений не поставляли. Может быть, даже наоборот поставляли ложные. И поэтому его конец-то описан как, что из него хан сделал из черепа питьевую чашу. Точно так же, как из Марка Краса в свое время. Это прямая цитата из античной истории. То есть, мы не знаем, сделали ли рюмку из Святослава, но то, что из Марка Краса сделали точно, и вот намекнули, что он был язычник, и так нехорошо закончилось все для Марка Краса и Святослава, и посмотреть, что получилось. Да там даже 800 лет не прошло, а все опять то же самое. Таким образом, скандинавское присутствие у нас, оно не просто большое, оно чрезвычайно в политическом смысле и во многом в технологическом смысле важное. Тут опять же нужно, говоря про технологию, вспомнить, что они-то сюда приехали как лучшая в мире пехота, причем морская пехота, посаженная на корабли, чрезвычайно мобильная и опасная. Но уже ко временам Святослава эта пехота начинает превращаться в конницу, которая никакого отношения в смысле технологии войны не имела к скандинавам. То есть, они уже от нас, с наших земель, понятно, с наших восточных пределов начинают получать какую-то совершенно иную технологию, которая была более уместна здесь и была в общем европейском тренде, потому что мы понимаем, что все классическое средневековье, это господство именно человека на коне с копьем, а отнюдь не пехотинца. только что была пехота, но вот прошло какое-то ничтожное количество лет, и все поменялось на 180 градусов. Опять стала рулить конница, и рулила она до 16 века, большому счету, пока не появились нормальные пехотные подразделения, снаряженные огнестрельным оружием, которые прекратили вообще все это безумие. То есть, вот мы с вами сейчас посмотрели на времена от 4 до 13 века, и мы понимаем, что скандинавы это люди, с которыми мы жили бок о бок, постоянно. Скандинавы или их потомки. Ну, а 13 век это уже настолько недавно от нас, что довольно глупо даже вопрос задавать, а зачем вообще это учить? Ровно потому, что все, что происходит в 20-21 веке имеет прямой отголосок из того, что происходило в веке прямо в 13. Это очень сложно понять, потому что вроде бы времени-то прошло с 13 века по 20-й 700 же лет. Это же кошмар. Но нет, потому что служилое сословие, которое в конце концов стало дворянским, которое являлось локомотивом вообще политического процесса в России, в Российской империи, оно начинает формироваться в 13 веке. И кто руководит данными процессами? Руководят Эми Рюриковичей все те же самые, которые, кто угодно, только не славяне. Если мы говорим про совершенно неважное в средние века этническое происхождение. А сейчас-то их наловили, какие-нибудь потомков Рюриковичей наловили, им-то анализы сделали. Да, конечно, наловили. И что там? Приизрядно, приизрядно наловили Рюриковичей, но получается, что у них отцовская гаплогруппа происходит из окрестностей старой Упсалы. За редким исключением, но тут дело такое, потому что никаких гарантий, что папа у той мамы был Рюрикович, потому что мог быть всякий еще какой-нибудь другой. Но мы понимаем все эти процессы чисто человеческие, черт же его знает, но основная масса это люди из Швеции происходящие. Тут опять же не очень понятно, как это вяжется с личностью самого Рюрика Ютландского Фрисландского. Мы не очень понимаем, откуда конкретно он-то происходил, живя в Дании. Очень может быть, что у него в самом деле родня из Швеции происходила, ну, собственно, его там предки какие-то далекие или может быть недалекие. И может по прямой линии он как раз из Швеции происходит, это уже не выяснить, к сожалению. Но вот факт такой, Рюриковичи это и по этническому происхождению в своем изначале это Скандинава, конечно. Опять же, никаких сомнений не было уже ко временам Миллера, который просто заглянул в книжку и сказал, а что вы, собственно, думаете, тут все написано у вас. Но однако пришлось 200 лет доказывать, потому что вот Михаил Васильевич Лобоносов сказал, нет, не может быть такого. Рюриковичи это все это Роксоланы на самом деле. И Русь это Роксоланы, которые, господи, Роксоланы. То есть мы, то есть, от того, что у нас княжеская династия не шведская, а иранская, это все меняет в лучшую сторону. Ну и, конечно, наличие, ну, гипотетически, князя из палапских славян, так он был точно такой же чужак, абсолютно такой же чужак для славян, которые жили там под Новгородом. Он кто, у него даже пантеон богов-то был другой в этих самых западных славянских землях, не наш совершенно. Это был точно такой же чужак. Но это в сторону реплика, потому что я о чем говорю, о том, что Рюриковичи, как правящая династия, причем династия чудовищно плодовитая, с огромным количеством бастардов, изгоев, которые уже не имели никаких прав вообще ни на какой княжеский престол и поступали этажом ниже, то есть в слой как раз служилого сословия, пускай аристократического. Это же они именно занимались тем, что формировали, конечно, не полностью они, они участвовали в формировании и служилого сословия. Формирование Онова, это все-таки процесс объективный, не связанный никак с конкретными личностями. однако конкретные личности придавали ему конкретное выражение, направляя государственные процессы в своей собственной воле к своей выгоде, ну или невыгоде, например. Вот как у Андрея Юрьевича Боголюбского получилось нехорошо. С одной стороны, он прям писал везде, что я господарь князем его все слушались. При этом он опирался на новую аристократию во многом, как Петр Первый, выдвигая людей из, ну просто из своей собственной уже не дружины, а дворовой среды. Каковы люди потом его и грохнули? Устав от бесконечных войн, походов, в которых он их отправлял. Ну все, уже невозможно терпеть. Ну там, конечно, еще есть некие детективные вводные к смерти Андрея Юрьевича, но мы сейчас не будем о них. Собственно, именно при нем появляется термин дворяне, то есть люди двора, потому что термин дружина уже в 12 веке пропадает из употребления и появляется термин княжеский двор, который был организован уже не на дружеском принципе, дружеско-семейном принципе, как дружина, ну там уже сам термин вполне очевиден, что это все друзья просто, такой клуб по интересам. А вот двор это уже государственное образование, где служит не потому, что кто-то кому-то друг, а потому, что должен. Служить, ну ты же как, ты же военный человек, тебя кормят, одевают, обувают, вооружают, какая из тебя польза-то, если ты не служишь? Будь добр, сделай что-нибудь такое, чтобы все сказали, ай, какой молодец. да, так вот дворяне, это, конечно, совершенно не те дворяне, которых мы знаем, вообще не те, хотя термин созвучен, но это не то. Это именно люди при дворе, то есть не люди, которые как помещики живут в поместье в собственном и управляют им за его счет, живя, обучаясь и вооружаясь. Нет, наоборот, люди от милости князя. Каковы люди от милости князя? Через некоторое время, уже до конца 12-го к 13-му веку, они стали кем? Ну, помимо того, что это военные люди, это стали люди, которые имеют, ну, наверное, 90% управления в стране. Понятно, что есть княжевская боярская аристократия родовая, но они же не могут каким-нибудь, черт возьми, мостом заведовать. Вот есть мост, ты туда Рюриковича не посадишь, это же бред какой-то, а мост должен функционировать, черт возьми. И вот тогда берут толкового паренька из тех самых дворян и отправляют его командовать мостом, чтобы он все время был в порядке, чтобы с него взымались пошлины в таком-то объеме. А вот то, что сверх объема, ты забираешь себе вместо зарплаты. Это называется кормление. Ну, а как только дворяне стали растекаться из, собственно, княжеских дворов и жить каким-то своим хозяйством, ну, был очень, очень, очень небольшой шанс, что они не превратятся в помещиков, уже в полном смысле слова. И к XIV веку начинается наделение этих самых дворян землей постепенно, каковое приходит в постоянный статус уже к Ивану III. А заметьте, началось все при Андрею Юрьевичу в Буголюбском. Это XII век, если что. А Иван III, это вторая половина XV, самое начало XVI. Опять же, прорва времени. Но по историческим меркам это же миг натуральный. И вот то, что сделал Андрей Юрьевич, оно напрямую отразилось в деятельности Ивана III. А вот дворяне-то, которые стали дворяне, дети боярские, понятно, что эти термины тогда были не вполне равнозначны, но к Ивану Грозному их всех уравняли службой. То есть, было неважно, ты дворянин, сын боярский или боярин. Вы владеете землей, неважно на каком принципе, а значит, вы обязаны служить. Все одинаково совершенно. И да, это вызвало чудовищное сопротивление вот той самой в отчинной аристократии, в каком смысле мы должны работать. Никогда же не работали. Теперь-то что началось? Может, я сегодня, например, не очень хочу, у меня настроение плохое. А вот Иван Грозный всех заставил. Это вызвало такое мощное сопротивление, что вот эти начались репрессии при Иване Грозном, введение опричины печально известное. Ну и да, конечно, все это было наложено на крайне неудачную Ливонскую войну, что потом не смогли парировать ни сын Ивана Грозного, ни Борис Годунов. И как только случилось вот то самое погодное нестроение, началось у нас смутное время. Просто из-за голодухи. Все рухнуло к чертовой матери. Так вот, Боголюбский... Про смутное время будут отдельные ролики. Да, мы уже один начали делать, да. Еще не вышел. Вот. Я чутко следил с Явы за тем, что у нас выходит. Так вот, служилое сословие, которое сформировалось при Иване Третьем и Иване Четвертом, ну, понятно, через Василия Третьего, сына одного и отца другого Ивана, это служилое засловие. В конце концов, по-настоящему поставили в стойло уже к временам смутного времени. То есть, это стали именно в полном смысле слова рабочие лошадки вообще всего политического, военного, управленческого процесса. Деваться некуда. То есть, если ты попытаешься не служить, то у нас такая специфика земли, что ты просто не выживешь. Причем, именно что физически, скорее всего, не выживешь, потому что с земли очень мало поступает еды, и ты обязан обращаться к государю за жалованием. И у нас почти сразу при широком поместном верстании начинают помогать помещикам, кому в разное время, в разных регионах, 4-6 рублей в год им выдавали. Понятно, что жить на это невозможно, но это запас прочности. Но если тебе платят зарплату, так ты точно будешь работать, куда ты денешься. И вот эти люди превратились в полном смысле слова в служилое сословие по отечеству, каковое служилое сословие, еще раз по-настоящему перетряхнул Петр Алексеевич. Он выступил в этом отношении ровно так же, как Андрей Боголюбский, Иван Грозный, его отец Алексей Михайлович, кстати говоря, очень суровый мужчина, несмотря на кличку Тишайший, и Петр Первый, который, в отличие от всех предыдущих, смог по-настоящему, вот так вот закрутив гайки, заставить всех дворян, неважно, вы граф, герцог, маркиз, барон, дворянин, помещик, все одинаково служат, скованные табелью о рангах. Вот. Это, правда, закончилось плохо, потому что дворяне, захватившие натурально все органы управления, сказали, что мы тут будем вместо царя. И началась эпоха дворцовых переворотов. То есть, государство такого Ивана Грозного, Петра Первого типа, этатистского типа, то есть, от леоэтат государства, превратилось в дворянское государство, что у нас имело высшее выражение при Екатерине Великой. Ну и потом от Павла Первого до Александра Первого из-за очень серьезных внешних угроз пришлось всем концентрироваться опять вокруг центра. И у нас это самое служилое сословие стало вполне подчиненным ко временам Александра Первого, Николая Первого. Если при Александре Первом в Петербурге царствовал мундир, то при Николае Первом уже сюртук. Ну а указ о вольности дворянской, который подписал еще Петр Третий, муж Екатерины Второй, и потом подтвердила Екатерина Вторая, они превратили дворян в паразитов, каковы довели страну до февральской, а потом и октябрьской революции. А началось все, заметьте, под руководством Рюриковича Андрея Юрьевича Боголюбского. И поэтому, когда мы говорим, зачем изучать эпоху викингов, вы понимаете, что эпоха викингов, она вот, она здесь. Все, что происходило, например, во времена февральско-октябрьской революции, оно напрямую зависит от того, что происходило в эпоху викингов. Это прямое развитие этого процесса. Ну а кто скажет, что октябрьская революция для истории не только нашей Родины, но и мировой истории, это что-то неважное, что не нужно изучать. Тоже уже сто лет прошло, между прочим. И вы никогда вполне не поймете, что происходило во времена русской революции, если вы не поймете, что такое служилое сословие на Руси. И вы не поймете вполне, что такое служилое сословие, если вы не посмотрите на превращение княжеской дружины в княжеский двор. Ну и вы никогда не поймете, что такое княжеская дружина, если не будете точно понимать, что такое славяно-скандинавское, финно-угорское сотрудничество в раннем средневековье. Вот, собственно, и все. Ох, завернул Хребшалович. Каждый раз поражаюсь. Что у нас дальше? Вопросы из публики? Давайте. А, да, прошу прощения, вопросы из публики. Я же последнюю важную реплику забыл. Вот, когда я сейчас все это рассказал, в подробном виде, в смысле этноса и нация образования, вот прямо следующим докладом изложит коллега Слава Кулешов. Что-то я его не вижу, где он. А, вот он в красном сидит, у которого лекция будет называться «Образование, складывание русского народа от Рюрика до Ивана Грозного». Вот, там это будет изложено подробно, с историческими, археологическими, лингвистическими коннотациями. Поэтому сильно не расходитесь, там тоже будет очень интересно. Слава страшно силен. Это, между прочим, он. Он убедительно лингвистически доказал, что слово «ротси», то есть «грибцы», каковым обозначали финны, викингов, «грибцов», то есть переходит лингвистически в русский язык без финского посредства непосредственно. То есть, из «ротси» в Русь могло перейти непосредственно от знакомства с скандинавами без какого-либо финского посредства. Так что, Слава, молодец. А вот теперь вопросы, да. Раз, раз, раз. Добрый день. Всем привет. Вопрос такой. Эпоха викингов – это очень интересно и захватывающе и так далее. Но почему в этом случае очень мало про эту эпоху российских фильмов, сериалов, книг? А как же викинг? Да, и почему мне приходится покупать книгу Клима Жукова про французского рыцаря из 15 века тогда? Не понял еще раз? Почему мне тогда приходится покупать книгу Клима о рыцаре французского? Не бачу логики. Вот есть «ротси» Ковая Русь, можно ее купить. У нас очень много разных книжек. У нас, например, с Дмитрием Юрьевичем вышла книжка «Мир эпохи викингов». Она вот такая вот. Так что я не только про французского рыцаря пишу. Про французского рыцаря мне просто захотелось. Это же мое хобби – писать художественную литературу. А в хобби я делаю то, что хочу. Вот так. Капризничу в свободную минуту, да. Филинс Владимирович, здравствуйте. Вот такой вот вопрос. То есть вы, помню, вот вы рассказывали о том, что эпоха викингов для Западной Европы это сродни катастрофе, темным временам и прочее. А как на это реагировали на Востоке, скажем, например, в арабском мире? То есть расценивали это, как, например, корон неверным или, например, как отмщение за Пуатье в 732 году. Спасибо. Так смотря где. Потому что, если мы будем говорить о людях в Берда, куда приехали русы и там устроили чудовищный национальный скандинавский йох-тых-тых, для них это, конечно, тоже была катастрофа. Ну, блин, приперлась какая-то банда отморозков в Бродатах и там черти что устроили. Для арабов, которые в Испании проживали, куда приезжали русы, кстати, судя по всему, из Новгорода пограбить, тоже, думаю, ничего хорошего. То есть для всех, кто соприкасался с викингской составляющей именно грабежа и пиратства, это, конечно, была катастрофа, потому что они поставили натурально на уши всю Европу, Северную Африку и Арабский Восток во многом. И уверенно делали это до 11 века. Но при этом, повторяюсь, там же еще две составляющие важнейшие есть. Это торговцы и колонизаторы. И на Восток, конечно, в первую очередь была обращена их, это вот торговая составляющая. А там никакой катастрофы, даже наоборот. Смотри, как это все завертелось, сюда мех, обратно серебро, рабы туда, рабы сюда, все очень было благообразно. Здравствуйте. Алло. Спасибо за вашу лекцию. У меня такой вопрос. Вы говорили, что на Руси не было такого сильного религиозного гонения викингов, вот как, например, многие воины с англосаксами. Есть на это какой-то ответ? Я про англосаксов не понял? Ну, у англосаксов у них было ярое гонение насчет религии, когда появилось христианство, и они прям гнобили викингов, то есть, там были очень масштабные войны. Англосаксы гнобили викингов? Я думал, наоборот. Но потом, в плане религий, я имею в виду, то есть, у них там было такое большое соперничество, а вот вы рассказали, что, например, на Руси к этому несладительно относились. это все от того, что у нас очень много мест и мало народу, потому что гнобить какого-нибудь крестьянина за то, что он живет в лесу, морется к лесу, ну вот сидишь ты в Новгороде, весь такой христианин, там у вас святая София, архиепископ свой, ну сначала епископ, потом архиепископ, вы все, несомненно, православные, а крестьянин этот живет в лесу, морется к лесу, это же безобразие, но до него ехать месяц и вы туда ездите за данью, то есть за налогами раз в год и когда он платит налоги, вам решительно все равно, кому он там молится, а вот в Англии или, например, во Франции места очень мало, а народу очень много и поэтому сильно все на виду и поэтому все эти европейские, прямо скажем, очень горячие столкновения, которые были связаны в том числе с религиозным недопониманием вплоть до 17 века, так они именно с тем и связаны, что они все друг у друга на голове живут и это было уже в средние века, потому что земли, на которой могут жить люди, несмотря на то, что Европа все-таки большая, было не так много и в основном люди там концентрировались, это у нас разгуляй, вон вышел за околицу, там хоть пой, хоть пляши, хоть присядку пойди, а в Европе так нельзя, соседи скажут, ты что себе позволяешь? Вопрос по вооружению. Вопрос по вооружению. Вопрос по вооружению. Вопрос по вооружению. Тоже все конические шлемы постоянно рисуют. И совершенно непонятно, почему этот конический шлем существовал фактически с V века до Ивана Грозного. Почему, собственно говоря, русичи не использовали топ-хельмы, которые можно было купить или получить в результате трофея. Почему они не одевали закрытые полностью шлемы, которые закрывают полностью лицо. Ведь они, в общем-то, сталкивались со степняками, степняки кидались стрелами. И эти стрелы могли попасть, собственно говоря, в лицо. Вопрос понял. Это было связано именно с тем, что рано или поздно, когда же какой-нибудь новгородский боярин имел серьезнейший шанс от столкновения со степняками. А значит, должно быть огромное количество луков. А в закрытом горшковидном шлеме из лука стрелять не получится. Категорически. Поэтому нужен шлем куда более открытый. При этом у нас были, правда, ограниченно представлены в конце 12-13 столетии шлемы с полными личинами. Причем с подъемными вот такими, как забрало. Которые сложнее топ-хельмы, я не знаю, как сложнее автомобиль-бмв, сложнее велосипеда. Вот примерно настолько. То есть, это чудовищно технологически сложные изделия, которые были прямо на голову выше всего этого самого западноевропейского того времени стафа. Плюс шлемы с полумасками, которые тоже закрывали лицо целиком. Ну, понятно, что такое полумаска. Это когда такой нос, прочеканины, бровки, иногда подглазные дужки. Невероятно красивые, опять же, очень технологичные вещи. Кстати, не очень ясно, где их делали. То есть, очень может быть и скорее всего, что массово их делали не у нас. Скорее всего. Но, однако, использовали-то их мы, использовали супермассовые, поэтому закрытые на голове у нас, конечно, были. Но перейти вот на эту самую полностью глухую конструкцию в виде ведра было невозможно решительно. Просто потому, что рано или поздно ты столкнешься со степняками, а значит, нужно, а, стрелять из лука и очень уверенно, постоянно ориентироваться на поле. Постоянно мотая башкой и смотря, что происходит. Потому что они легкие, у тебя там три человека за спину заедут, и толку с твоего горшка. Собственно, я сейчас аспирант, но пишу диссер на техническую, о такой специальность. В начале вашего рассказа вы анонсировали вопрос, а зачем же изучать историю викингов? Вот я так и не понял. Просто можете ответить на него? Сейчас повторим. Потому что это было на самом деле, несмотря на тысячу лет, относительно недавно и имеет прямые отголоски и прямые следствия в нашей очень сильной недавней истории. Чтобы понимать эту недавнюю историю, которая нас касается непосредственно, нужно понимать историю куда более давнюю. Причем понимать твердо и крепко. Вот. Вопрос такой. Если у нас со скандинавами была достаточно такая общая история, до 8 века, до крещения Руси, как известно, славян очень много гоняли в рабство. В греке, ну, в грекам и так далее. Вопрос такой. Получается, что раз у нас общая история, то и скандинавов тоже гоняли в рабство, потому что, как известно, от среднегреческого слова, обозначающего славяны, произошло слово slave по-английски. Вот. И, соответственно, норманов тоже угоняли в рабство достаточно сильно. Есть, я думаю, какие-то исторические подтверждения и так далее. Норманов-то не сильно угоняли в рабство, это норманы сильно угоняли в рабство. Там налажено все было совершенно как в Африке. Есть племя, которое живет около Днепра, например, а есть племя, славянское племя, которое живет подальше от Днепра. И вот все знают, что в понедельник, первый понедельник июля будет проплывать Куру-Ван. К этому времени вы должны наловить рабов и отдать их тем самым скандинавам, которые потом отвезут и продадут их в рабство где-нибудь на Каспии или в Черном море. Здравствуйте. Клим Александрович, вот вы часто говорите, что, например, даже тысячи лет не очень большой временной скачок, потому что там можно поставить 10 поколений, там 10-12 поколений, это не очень большое количество людей. 25. Ну, например, да. Ну, все равно говорите о том, что это не очень большое. Ну, например, вот сейчас посмотрите, что было 50 лет даже назад. Кажется, что очень много чего изменилось. Вот с чем это связано? С тем, что наука очень быстро... Или просто потому, что мы сейчас живем в этом мире? И второй вопрос, а где свинки? Второй вопрос, что? Где свинки? А-а-а. Во! Ну, во-первых, конечно, ты совершенно прав, говоря о том, что вот, когда ты живешь непосредственно здесь, ты просто все видишь, и тебе кажется, что тут такие события происходят с такой скоростью, а то, что было там даже 100 лет назад, ну, думаешь, ну, как-то у них все было не спешно, а люди, которые жили 100 лет назад, сказали бы тебе, о, нет, мы тут едва успеваем поворачиваться вообще. Ну, это с одной стороны, с другой стороны, конечно, все было, естественно, куда более неспешно, чем сейчас, из-за недоразвитой технологии. Сейчас сел на самолет и за полглобуса за 12 часов улетел, все. Там ты купил что-нибудь полезное, привез обратно, и ты через сутки уже обладатель какого-нибудь девайса, например. А тогда нужно было полгода плыть на корабле, скакать на коне, еще очень, может быть, не доскачешь и не доплывешь. Поэтому просто из-за недоразвитой технологии прогресс шел медленнее, а значит, куда медленнее изменялись производительные силы и производственные отношения, которые и определяют скорость общественных изменений. Вот. Вы тут заспанули тему Рюрика, смотрели ли фильм Михаила Николаевича Задорнова «Рюрик. Потерянная быль». Что вы скажете по этому поводу? Даже ролик про него сделали. Создатель фильма полный идиот. Михаил Задорнов заснял ролик про Рюрика. Можете посмотреть. Там клиническая картина очень четко очерчена. А еще про Олега. Про Олега, да. Хорошо вовремя помер, не успел у нас. Так. Ким Александрович, если позволить вопрос по вчерашней лекции. Вот вы вчера сказали, что отправить корабль викинга в поход, это было очень дорого, порядка там, как отправить корабль на Луну. А не могли бы вы чуть подробнее сказать, сколько сил это требовалось там условно для деревни, сколько по времени, по ресурсам, по людям и вот так далее? Понял. У нас по этому поводу с Дмитрием Юрьевичем в цикле роликов «Мир эпохи викингов», в ролике, которые посвящены кораблям, есть очень подробный расчет того, сколько нужно дерева, сколько нужно шерсти, чтобы соткать паруса. Когда конкретно эту шерсть нужно собирать, потому что далеко не каждая шерсть, в смысле, в какое время она настрижена, годится для паруса. Сколько нужно было шерсти элементарно для одежды, экипажа и так далее. В рамках очень небольших хозяйств, которые отправляли такого рода походы, затраты пропорционально просто чудовищные по-настоящему, это очень дорого. Поэтому я недаром сравнил с полетом на Луну. Ну, а, например, поездка на Дракаре в Америку из Исландии, а до этого из Норвегии в Исландию, но это же даже хуже, чем на Луну. Мы точно знаем, где находится Луна. А они не знали. Есть такой сайт опер.ру. Там вот с тех пор, как ЦРУ забанило меня на Ютубе, все ролики лежат на Опер.ру. Они и раньше там лежали. Ну, посмотреть можно там по разделам поделенные, нетрудно найти. Здравствуйте, Клин Александрович, Дмитрий Юрьевич. У меня вопрос. Ну, начали историю с 4 века. А что сподвигло их заселиться на вообще скандинавский полуостров до 4 века, если взять историю? То бишь, климат или положение там? Это, как обычно, чрезвычайно многофакторное явление. Нельзя сказать, что есть одно какое-то событие, которое заставило кого-то переселиться куда-то. Там, как правило, демография, экономика, климат, соседи, что очень важно, которые могут быть какие-то очень недобрые, неприятные. Вон, как те самые немцы, когда ломанулись в 2 веке до нашей эры, в пределы Римской империи, им там раздали ужасных трендюлей. Когда спрашивали, что вы сюда претесь? Они говорили, если бы вы знали, от чего мы убегаем, вы бы таких вопросов дурацких не задавали. Они друг от друга. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. А зачем викинги поплыли на кораблях в Европу? Так если они менее заселенные, там меньше чего есть взять. Они плыли туда, где можно чего быстро награбить. Потому что там, это им очень хорошо было известно от прадедушек, там была Римская империя, там масса денег, просто огромная масса. И следы этих денег они держали в руках в виде совершенно роскошного древнего оружия, про которое уже в эпоху викингов помыслить было нельзя. Такое великолепие. Больно смотреть на ваше великолепие. И как только им стало нужно, они по старой проторенной дорожке, послушав саги, почитав, так сказать, висы, которые слагали их, прапрапрапрапрате, сказали, так о чем мы хуже, что ли? Мы сейчас пойдем туда же. Кстати, мы слышали, что Римская империя никуда не делась, потому что империя франков, это же Римская империя, если что, они такие, так мы сейчас опять к этим римлянам пойдем и все у них заберем, как это уже неоднократно бывало. Так они, кто-то возвращался, а кто-то нет, потому что они еще и колонизаторы, это во-первых, а во-вторых, естественная убыль в этой опасной профессии была очень большая, уплыл и хорошо очень, чтобы тут не отсвечивал больше. Здравствуйте, спасибо за лекцию большую. Дим Юрьевич, не могли бы вы рассказать какой-нибудь анекдот, пожалуйста, напоследок? Еще раз. Анекдот не могли бы вы рассказать напоследок, Дим Юрьевич, пожалуйста? Анекдот должен по ассоциации прийти, я так не умею. Здравствуйте, дорогие товарищи, вопрос такой, в серии роликов о Столетней войне, в одном из сражений, там испанцы помогали, по-моему, французам, и у них была конница с метательными орудиями, и вы сказали, что это технологии еще раннего Средневековья, и они там проскакали и практически ничего не нанесли, никакого урона. А расскажите, пожалуйста, были ли в раннем Средневековье у наших любимых викингов метательные орудия, да, какие там супицы, метательные топоры и насколько они их применяли? В огромном количестве. Вот этот викингский щит, плоская тарелка, тут если пройти по лагерям историческим, вы их увидите десятками, может быть, сотнями даже. Это, в первую очередь, стрела и с улицы улавливатель, потому что невозможно представить себе сражение того времени без применения массового применения метательных средств. То есть, в первую очередь, с улицы, это ручное оружие, ну и лук, конечно, скандинавы отлично знали лук, правда, не любили его использовать в составе больших подразделений. То есть, обычно было несколько метких стрелков на дракаре, которые просто умели этим добром пользоваться. А так, чтобы выделить там 500 человек, которые будут именно профессиональные лучники, это нет, так скандинавы делать не умели. Очень характерные скандинавские стрелы, которые в археологии вот увидишь сразу понятно, это стрела скандинавская, причем без сомнений. И довольно типичные скандинавские с улицы, да, это все было. Метательные топоры, специальных именно метательных топоров в это время мы не знаем. Они остались еще в поздней античности. Вот всякие разные франки, они, да, они знали эти самые метательные топоры, в изредном количестве многих использовали. Скандинавы, скорее всего, нет. У них просто нету специальных форм топора, которые были бы предназначены для метания, как, например, Франциско. А так, конечно, просто можно любой топор кинуть. Другое дело, что он специально для этого не предназначен. Может быть, тебе будет его жалко выкидывать. Дорого. Черт возьми, дорого. Одно дело, когда у тебя специально он сделан для того, чтобы его выкинуть, а другое дело, когда он у тебя красивый, за поясом там, и вообще, может быть, папин. Здравствуйте, товарищи. Извините, извините, сижу перед вами тут. Давай, чтобы людям не загораживать. Спасибо огромное за вашу деятельность. Походов викингов на запад много, известно. А насколько далеко они проникали на восток? На восток они проникали до Багдада и Рея, то есть за Каспий. Торговые корованы доезжали. Иногда грабили на Каспии. Правда, довольно редко, и это всегда было таким удивлением, типа, а что это вы тут такое устроили-то? Вы же должны вроде во Франции были быть. Нас-то за что? Да, специальный гость, специальным вопросом. Скажите, пожалуйста, а почему сейчас иногда считают, что у викингов были шлемы с рогами? Во-первых, это красиво. Это очень крутой вопрос. На самом деле он имеет довольно теперь уже ясный ответ. Во времена немецкого романтизма в 19 веке, когда вдруг немецкая нация осознала себя как нация, это очень недавно произошло, в районе великого Отто фон Бисмарка. Ну, конечно, и пораньше они начинали об этом думать, но тем не менее, это же 19 век. У нас почти на глазах это все происходило. Так как это же не просто нация образования, а нация образования в глубоко просвещенную эпоху, они стали думать, откуда они все взялись. И, конечно, стали смотреть на славных предков, в том числе на скандинавов и древних германцев. А тогда первые свои шаги делала серьезная археология. И вот, понакопали какое-то количество шлемов и изображений. Шлемов натурально с рогами, с крыльями, с чем-то вот такими, с какими-то наделками на тулье. Это, если что, все относится к бронзовому веку, то есть задолго до каких-либо викингов и даже складывания германцев как германцев. Однако шлемы-то были, они решили, о, это наших точно. И, не сильно слушая возражения ученых, археологов, немецкие разнообразные импресарио, которые ставили спектакли и оперы на тему полета валькирии, там, кольцо небелунгов и прочее, надо же артистам что-то обрежать. И вот они стали обрежать их в шлемы с рогами и крыльями. Это прям очень точно понятно, когда было. Это было во времена, когда Рихард Вагнер писал свои оперы. Это шлемы одной из двух, или это народы моря так называемые, вообще времен XII века до нашей эры, времен кризиса бронзового века. Там есть шлемы, многочисленные изображения натурально с рогами. Или это кельтские шлемы, не очень понятно, военные или ритуальные. Тоже в бронзовом веке, там на исходе бронзового, начале железного века у них есть шлемы с рогами. Откуда я все это помню? — Добрый день. Спасибо за ваше творчество. С удовольствием смотрю, наблюдаю. Тут есть такой вопрос. Я посмотрел анимационный сериал «Сага о Винланде». Слышали, нет? — Да. Соответственно, там вся история ведется в том, как стал датский король Кнут. Ой, прозвища не помню, к сожалению. А сколько таких примеров было в истории? Потому что очень похоже, как в России приехал Юрик, и в Англию приехал Кнут, ну, викинг тоже. Сколько еще таких примеров есть в истории, когда викинги замзывали трон? Так постоянно эта фигня происходила. Вот в Нормандии есть такая когда-то страна, а теперь провинция Франции. Туда приехал роль в пешеход. Некоторый Рюрик приехал во Фрисландию. Вчера я об этом рассказывал. И в голландских учебниках начало голландской государственности считается от Рюрика. Он везде успевал. А вообще такого рода истории, они просто везде по всему земному шару. Вот, пожалуйста, Камбоджа. Такая же история в Камбодже. Точнее, не Камбоджа еще, а государство Бапном, где начало государственности от людей из Индии, которые приплыли на кораблях и научили всех жить, блин. — Или в Греции. — То же самое. — Или, например, черт возьми, в Южной Италии, на Сицилии, куда те же самые норманы приплыли. Рожеро Гискаро. — Сан Саныч, город Белгород. Мечи, тора, топоры, стрелы, луки, ракеты. Все это хорошо. Вопрос к обоим. Возможно ли существование людей без войн и имущественного расслоения? Если да, то как? Если нет, то почему? Вопрос к обоим. — Вопрос к обоим. — Конечно, возможно. Более того, мы существовали подавляющее большинство своей хронологии и сложились как люди, не зная феномена войны вообще. Феномен конфликта, разумеется, знали, но феномена войны мы не знали, и феномена имущественного расслоения мы не знали. Это запредельно нехарактерно человеческой природе. И существует оно, по большому счету, не более последних 7 тысяч лет, а где-то и гораздо меньше. Но при этом надо помнить, что оно существует. Заниматься военным делом настоящим образом. Ничего нового вам никто не посоветует. Не умеете отстаивать себя, у вас все отнимут, а вас убьют. — Здравствуйте, большое спасибо. Я хотела спросить, вот вы упоминали Рюрика, рекордсмена, который 7 раз... Часто ли вообще Рюрика называли, и была ли такая традиция, ну, в честь знаменитого предка, называть своих детей? — У нас было некоторое количество Рюриков в династии, начиная вот с 12 века, если я не ошибаюсь. Но в целом нет, Рюриков у нас было не очень много, потому что от скандинавских имен во многом отказались. И перешли не все, но перешли к аристократическим двухсоставным славянским именам. Всякие Мстислав, Мечеслав, Жирослав, какой-нибудь еще Слав, Святослав и прочее, прочее, прочее. Вот их в самом деле очень много. Но потом начали постепенно их вытеснять нормальные православные крещальные имена. Не сразу очень, но начали. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Хотелось бы спросить следующее. С фильмом «Викинг» понятно, там все плохо. А что вообще можно было бы посмотреть, документальное или художественное, про викингов, про скандинавию? Что-то более достоверное, наверное. Художественного ничего. Есть фильм «Беовульф» исландский. В нем хорошо ровно то, что там играют настоящие исландцы, у них такие рожи у всех, божечки мой. Там вот сразу видно, вот если таких человек сорок приплывет, ты отдашь все сам. И потом догонишь, и еще что-нибудь отдашь, чтобы они просто не приплывали больше. Кроме того, они говорят на исландском языке, который от древнеисландского, то есть того самого языка, на котором говорили викинги, отличается, ну вот чуть-чуть, чуть-чуть, вообще почти не отличается. То есть это прямо настоящий, звучащий, средневековый язык. Практически консервированный, это очень прямо вот аутентично звучит. Ну и там какое-то снаряжение, более-менее похоже, ну как-то, опять же, если не присматриваться на какую-то правду. Ну опять же, «Беовульф», «Беовульф», черт возьми, это история пятого века, а они пытались косплеить викингов, что очень странно. Это очень хороший режиссер Храфан Гунлауксон, у него там «Белый викинг», еще там штуки четыре заснял. Ничего общего с тем, что представляем, нет. Какие-то уроды, явно только что умывшиеся мочой, в каких-то адских шапках сидят, решают вопросы. Во, очень интересно и познавательно, да. Можно вставить свои... Этот самый, на камнях растут деревья, но, к сожалению, я вот в детстве его смотрел, мне очень понравился, а потом я его пересмотрел в 45 годиков. И лучше бы я этого не делал, конечно. Потому что у меня детские впечатления погибли полностью. Это натуральный детский утренник. Он очень плохо снят, вот вообще плохо снят, вот технически вообще. Там очень слабый сюжет, я про матчасть молчу. Но, конечно, в свое время, в свое время, это был огромный шаг вперед. То есть, если бы так же поступательно исторический кинематограф развивался, сейчас бы вместо фильма «Викинг» сняли бы что-то вообще шедевральное. Но нет. Добавлю то, что с 10 часов у нас здесь документалки крутятся, можно прийти и все это посмотреть. Отборный абсолютно материал. Ну, это же художественные фильмы. У граждан все время сочетается это желание увидеть некую правду и в то же время, чтобы был какой-то сюжет. Люди, которые снимают кино, они, по-моему, подобными вещами вообще не заморачиваются. Все «Викинги» на велосипедах могут приехать, у них ничего не изменится. Поэтому нет. Художественных фильмов нет. Я не знаю. Во всяком случае. Сериал «Викинг», он просто чудовищный. Чудовищный вообще. Я его начал смотреть. Две или три серии я посмотрел. У меня были постоянные экстракции. Вот это... Омерзительная поделка. Просто омерзительная. Возможно, придется его разобрать. Там, кстати, Даня Козловский снимался. Это даже гажи ликвидации. Здравствуйте, Дим Юрьевич. Калим Александрович, спасибо за творчество. У меня... Ну, часть моего вопроса, к сожалению, уже задали. Это по вопросу аналогичных историй с Рюриком, когда кого-то призывали на правление. У меня... Продолжение этого вопроса. Я так понимаю, что Рюрик был членом какого-то именитого рода. И... Когда его призвали на Русь, он... Ну, стал ей править. У меня такой вопрос. Как Русь в этом случае сохранила свой суверенитет и не стала частью какого-нибудь скандинавского государства? Вот. Так, ну, во-первых, мы не знаем, какого рода был Рюрик, потому что эти парни писать не умели. И ничего про себя толкового не оставили развернуто. Мы просто не знаем, кто были его... Непосредственные предки. Что это был за род? Понятно, что это не мог быть просто какой-то пахвеню и выскочка. Это просто было, ну, почти невозможно. Так что, скорее всего, да, это какой-то был славный род весьма у них там. Если это именно тот Рюрик, о котором мы говорим. Почему Русь сохранила свою независимость, так не было никакой Руси, потому что что должно было сохранять независимость? Это, во-первых. Во-вторых, это ключевое. В повести временных лет прямо написано. Рюрика сюда позвали. Он приехал, когда его пригласили. Если бы его не пригласили, он бы не приехал. То есть, завоевать данную территорию он просто физически был не в состоянии. Он мог приехать, выполнять государственный контракт. Это значит то, что у нас начинала складываться собственная государственность на данной территории, которая сложилась бы в любом случае и без Рюрика. Оно просто выглядело бы как-то там 7-8 миллиметров по-другому. Но вот позвали Рюрика, и оно стало выглядеть именно так, как оно выглядело. Добрый день, Клим Саныч, Дмитрий Юрьевич. Приветствую вас на Балинном береге. Подскажите, пожалуйста, какие были положительные и отрицательные стороны в эпохе викингов, и что мы можем на текущий момент перенять у них, чтобы не совершать такие ошибки, которые делали они? Спасибо за вопрос. Надо быть добрыми и хорошими. Никого не грабить и чаще ходить в церковь. Это вот решит все наши вопросы, я так понимаю. Как оттуда что-то можно взять от этих упырей? Ничего не возьмешь. Другое время, другие люди, другие порядки, другая экономика. Ничего не возьмешь. Кроме агрессии. Агрессивным надо быть все время. Все кипить вокруг. Еще тебя как прекрасно. Викинги очень любили красивые стихи и песни. Они шли на самые низкие трюки. Мыли волосы, чтобы понравиться английским женщинам. Это в самом деле низко. Дмитрий Юрьевич, Клим Александрович. Добрый день. У меня вот вопрос следующий. Я уже отдыхаю. Мне первый год. И ни одного ящера... Не уезжая? Да, живу здесь. Ни одного ящера не видел. Вообще. Вот ни одних ящеров. Никаких. А весь... Имеешь в виду иудеев? Или что? Я про знаменитую битву ящеров и русов в древности. А вообще... Не очень понимаю, о чем речь, но ладно. Я хочу сказать... Вам местным виднее, мы не знаем. Хотел бы сказать то, что... Насколько сильно вырос уровень общественной дискуссии в истории? Вырос ли он с тех баек про ИСРН-ТВ? Те же самые ящеры тоже, в том числе, фигурировали. Слушай, я живу в мире единорогов и розовых пони в этом отношении. Потому что я общаюсь с приличными умными людьми, которые, если дискутируют, то там все понятно. Вот тебе, значит, археологическая находка. Вот тебе археологический комплекс. Вот тебе письменный источник. А ты, похоже, не прав. Я такой, ну да, похоже, я не прав. Ну вот в таком виде у нас историческая дискуссия идет. Все время она не понижается и не повышается. А когда ты высовываешь нос за плинтус, вот так вот, ты смотришь... В смысле ящеров нет. Вчера тут у нас сидел внук Александра Невского, сын Одина с ворогой, Донской казак. Одновременно. Да, да, да. У него много профессий. Дмитрий Юрьевич Калинин Александрович, здравствуйте. Спасибо за лекцию. Вопрос, связанный с дракарами и именно походами. Вот они когда вот именно ехали куда-то, им, ну, они как бы чем-то занимались. Вот именно чем они могли заниматься во время, вот, до того, как шли грабить. Ты имеешь в виду на кораблике или где? Это очень-очень-очень опасная, чудовищно тяжелая работа, потому что ты или гребешь, или управляешь парусом. В основном они пытались на кораблике не сдохнуть. Это очень тяжело. Мы как-то отправились в Исландию на пароме из Дании. Ну, паром, это как девятиэтажный дом, там даже на пароме нехорошо. А как там в этой домотканных портках? Что-то я вообще не представляю, как туда живыми-то добраться можно. Тяжело. Наверное, еле и спали в промежутках между веслами и парусами. Больше заниматься было нечем. У нас есть один знакомый из Скандинавии викинг, реконструктор, который родился на палубе Дракара во время перехода из Норвегии в Исландию. Во у него мама умная, пипец просто.